Приветствую вас, друзья! Слава Иисусу Христу! Начинаем наш никакой комментарий к каким-то очень хорошим чтениям на 27-е воскресенье рядовое, которое будет когда? Оно будет 3 октября. Можно начнем сначала. Приветствую вас, друзья! Любимые, возлюбленные! Слава Иисусу Христу! Начинаем наш никакой комментарий на очень хорошенькое чтение 27-го рядового воскресенья, которое будет 3 октября нынешнего года. Первое чтение есть из книги «Бытие», вторая глава, стихи из 18-го по 24-й. Говорится там мифологически в жанре мифа об этом, как Бог создает для Адама, для первого мужчины, первого человека, скот. Он уже в саду, конечно, но он не находит среди животных, не находит себе равных. И поэтому Бог во время сна из ребра сочиняет ему женщину, девушку. И мужчина радуется и восклицает, когда проснулся, когда видит ее. И поэтому ради нее оставляет отца и мать, оставит всегда отца и мать и соединиться с ней, так что будут одним, одной плотью. Конечно, это не рассказ до конца исторический, он чуть-чуть истории наверняка имеет, но это миф. То есть здесь это своего рода миф, мидраж, рассказ, который должен нас проинформировать про кое-что. Передать какие-то природные, глубокие, таинственные истины про суть человека. И первое, что хочу сказать про эту суть, это то, что человек сам в себе есть неполноценный, и он это ощущает. И он не может найти себе, он ищет кого-то в пару, не может жить сам, может жить только в паре с кем-то. Но и этим кем-то не есть животное, не есть растение, не есть мир, не есть его работа в саду. Этим кем-то и чем-то есть отношение с другой личностью. Даже видим, что как будто даже сам Бог не есть до конца этим кем-то. Потому что оно не хватает Адаму, помимо, что как-то имеет Бога. Бог пока в раю не дает себя в полной славе, Адаму, только в благодати. Даже если экстатической, скажем, больше, нежели мы здесь получаем на земле. Тем не менее, только в благодати. И поэтому Бог благодатный, а не Бог славный. Бог благодатный не является этим до конца оформлением человека. Человек нуждается в чем-то большем. Вопрос, будет ли этим дополнением человека. Даст человеку полноту женщина. Даст ли мужчине, даст ли Адаму эту полноту Ева? Кажется, так же нет. Ни благодать, то есть ни Бог благодатный, который приходит в раю в виде благодати лишь только. Ни Ева, одетая или раздетая. А в принципе, наоборот, раздетая, а потом одетая в фиговые листья. Не может насладить и как-то заспокоить Адама. И что тогда может заспокоить человека, если ни Бог благодати, ни Ева? Потому что ищут дальше, правда? Ищут быть как Бог. То есть ищут чего-то больше. Не просто потому, что оно больше наверняка, только потому, что дальше они ненасыщенные. Ненасыщенные этой благодатью, этим садом, этими растениями, животными, этим пейзажем, этой Евой и Адамом. Ненасыщенные, поэтому, когда змей будет предлагать кое-что большее, они на ура это примут. Что может насытить тогда человека, если человек не насыщает человека? Что может насытить человека, если благодать его не сможет? Но только слава Божия. То есть только Бог, как Бог. Только Бог в Боге. Только Бог, который приходит уже не как благодать, только приходит как слава. То есть приходит в своей полноте. Бог как Бог. Не Бог как зеркальное, тысячное зеркальное отображение. Только Бог напрямую может насыщить человек. Значит, человек имеет в себе такую дырку. Через которую с одной стороны как-то вытекает из него все. Но через которую так же можно наполнить этого человека. Но только Бог может это сделать. И как-то залепить эту дырку, эту рану. Так что человек без Бога не до порога самого себя. И этот миф это показывает. Дальше. Человек есть призван войти на этот путь. Быть неудовлетворенным животным. Удовлетвориться больше Евой, нежели всем миром. Больше одними отношениями в любви. Где может любить и принимать любовь. Нежели всем ухаживать за животными и господствовать над Содом Эдемским. Означает гораздо меньше. Возможно бесконечно меньше. Нежели войти в отношения с Евой. Хотя эти отношения, видим, дальше еще не до конца насыщают. И удовлетворяют. Но все равно они являются шагом в правильном направлении. Шагом в пути. К полному осуществлению тайны человека. Поэтому человек призван, чтобы выйти из себя. Человек не может быть кругом с одним центром. Может быть лишь только эллипсой с двумя полюсами. Двумя полюсами. Где первым есть мое эго. А вторым есть твое эго. Твое ты. Другое ты. Но этим ты. Вторым полюсом для Адама есть Ева. Он не призван, чтобы выйти от первого полюса. От своего эго. И стремиться к жить и служить второму полюсу. Конечно, не забываю про первое. Но... Таким способом человек должен жить не сидя только путешествуя, не стоя, только склоняясь и поклоняясь к какому-то другому, несобственному ты. И найдет себя вот именно в этом путешествии от первого полюса к другому. Поэтому Иисус будет говорить, что кто ищет себя, то есть своего эго, не найдет так на самом деле своей идентичности, своего счастья, потому что оно как раз находится в этом... В эллипсе, а не в круге, находится в этом путешествии к второму полюсу. Так, но женщина здесь является каким-то совсем другим человеком. Это другая планета, галактика, совсем другая физика, психология. Это совсем другой мир. Как-то похожий, но как-то совсем не похожий. Другой. Говорим, конечно, про полю. Половые здесь разницы, отличия и отношения связанные с каким-то напряжением между мужским и женским полем. Но, с другой стороны, то есть это означает, что другая физика, другая психология, другая жизнь, другая роль. И лучше не путать этих физик, этих психологий, этих ролей. Не путать всего этого, а только оставить так, как есть, чтобы соблюдать замысел творца, то есть замысел экологический. Но, с другой стороны, она, хотя в другой роли и с другой физикой и психикой, но она имеет одно и то же с Адамом природу. Она сочинена с этого, что самое лучшее в Адаме. Сон, тоска, как видим, радость, любовь и одна плоть. Одна кость, одна плоть с Адамом. И она как раз является дополнением Адама. Хотя не полноценным, как видим. Как сейчас должно выглядеть это супружество? Я считаю так, что так Адам для Евы, как Бог для Адама. Кстати, Иисус, апостол Павел, говоря про эти вещи, вот именно так сравнивает, что мужчина в супружестве это Христос, то есть Бог для человека. А женщина в супружестве это церковь, это человеческий род, скажем. Но вот так Адам для Евы, как Бог для людей. И так Ева для Адама, как Адам для Бога. Вот такие должны быть маневры, стиль, поведение. Значит, как, что делает Бог для человека? Все. Все. Счастьем Бога есть счастливый Адам. Поэтому, какая есть политика Бога для человека? Все для человека. У Бога есть культ человека. Культ в смысле родить человека, воспитывать, жертвовать для человека, работать для человека, умереть для человека. То есть, все для человека, воскреснуть, сына отдать, духа отдать своего, все отдать, что только можно отдать человеку. Вот это политика Бога. Значит, если Адам, мужчина в супружестве должен быть изображением Бога, как будто отражением его действий, показухой для детей и для жены, ну, то он должен принять манеру Бога. Все для Евы. Поэтому должен уступать Еве во всем, кроме Закона Божьего. Здесь, в третьей главе, мы увидим, что, ну, нехорошо, что он уступил Еве, что касалось Закона Божьего. То есть, во всем, кроме греха, во всем уступать Еве, кроме Закона Божьего. Поэтому, что счастье Адама, это счастливая, радостная, среализированная жена, Ева. Так само, как с счастьем Бога есть счастливый человек, поэтому все для человека, но кроме зла. Поэтому, а сейчас посмотрим на Еву. Ева должна принять такую позицию и такие действия по отношению к Адаму, как человек по отношению к Богу, как Адам по отношению к Богу. Значит, Адам должен иметь культ доброго Бога, уважение, посвящение себя Богу. Ева также такая должна быть к Адаму. Культ Адама. Уважение, отдать себя, посвятить себя Адаму. Но это Адам реализирует Еву, а не Ева. Ева только благодарность проявляет Адам. Но все для Евы, то есть Ева есть этой, которая принимает больше, нежели дает. А Адам это этот, который больше дает, нежели принимает. Так что мужчина больше дает, женщина больше принимает. Так как человек больше принимает, а Бог больше дает. Надеюсь, что не ошибаюсь. Но так мне кажется. Бог больше отдается Адаму, поэтому Адам больше отдается Еве. В любви. Адам дает, Ева берет. И это также показывает секс. Заметьте, кто кому там дает. Кто дает семья, правда? Кому? Ну, Адам дает Еве. Мужчина Еве. Мужчина оставляет что-то женщин. И также факт, что мужчина имеет член, а женщина его не имеет, только имеет эту дырку, показывает, что кто там должен дать. Дающим, подающим есть мужчина. А принимающий есть женщина. Так что анатомия, теология плоти, теология анатомии человеческой и физиологии показывает, что подающий, подающий мужчина, как и Бог, а принимающий, как земля, как человеческий род, есть женщина. Солнце подает, земля принимает. Конечно, потом с благодарностью, с каким-то культом, с каким-то оформлением. Но на счет слова «реализировать себя», то я бы сказал так. Вот именно для мужчины, самореализации мужчины, есть реализировать и осчастливить жену. А жена должна поддаваться и реализировать себя. Но, конечно, также в контексте культа мужчины, благодарности, уважения. Там, где самые основные вопросы, думаю, также уступать и послушать. Где будем жить? В Сибири или в Санкт-Петербурге? В Санкт-Петербурге. Ну, то мужчина должен более решать. Пойти или на войну, или не пойти. Но тут мужчина должен решать. Такие основные, скажем, вопросы. Мужчина, а потом сразу, где только мужчина не может решать, передает решение жене. Пашет, но всю прибыль отдает жене. Мужчина реализирует женщину. Женщина поддается и принимает это, и реализирует себя. Ну, и потом передает свое счастье, свою радость, что она такая одаренная, передает детям. Радость и жизнь. Можно сказать, что в каком-то смысле мужчина должен быть Богом в этих ролях. А женщина должна быть человеком. Женщина это человек, а мужчина это Бог. Поэтому мужчина не может жить для себя. Что бы это было, если бы Бог жил для себя. Но как вам эта теология? Мне нравится. Ну, я помню себя так же, когда я занимался девушками. Еще, знаете, в молодости, я еще это помню. Но в танце не девушка ведет меня, удовлетворяет меня. Только я ее. Ну, и всякая забота, спонсоринг и так далее. Кто на ком опирается, правда? То же не мужчина опирается, но только мужчина, израненный в бою, может опираться на санитарюшке, на женщине-врачу. А так, то женщина идет под руку, мужчина слева, женщина справа, и держит под руку мужчину и опирается на нем. Мужчина как опора для женщин. И женщина тогда расцветает. А мужчина заботится. Мужчина не должна расцветать. Это женщина. Цветок это не мужчина, правда? Если мужчине сказать, ты цветок, то имеем или гомосексуал, или гомосексуалов, это не смотрится, конечно. Так что сказать цветок, солнышко, цветок, то есть расцветать в радости, это столько для женщины. Хороший слов. Ты мой цветочек. А не для мужчины. Поэтому мужчина не расцветает. Только женщина. А мужчина делает все, чтобы так было. И радуется. Поэтому мужчина как Бог не реализирует себя. Не вынужден и не должен. А женщина реализирует себя. Хорошо, сейчас Псалом 128. Ну и здесь говорится так, что счастливый человек, который боится Господа и гуляет по его путям. Будешь кушать плоды рук своих, счастья достигнешь и хорошо тебе будет. Супруга твоя, как входная водородная виноградная лоза в уюте дома твоего. Сыновья твои, как ветви оливные вокруг твоего стола. Так будет блаженный человек, боящийся Бога, да Бог из Сыена тебя благословит, чтобы ты смотрел благополучие Иерусалима во все дни жизни твоей, дабы ты видел, глядел за потомством твоих детей мир над Израилем. Псалом 128, в дужках 127. Здесь видим, что, по крайней мере я хочу видеть, что супружество и семью, и детей, и отчизну, родину, то есть Иерусалим, надо любить, но помещая их, размещая их в Боге. То есть, прежде всего служить Богу, бояться Бога, уважать, любить Бога, и в Боге, в Нем, в воле Божьей, разместить их всех. Супругу, супруга, детей Иерусалим, блаженный, который в Боге, в воле Божьей, который в контексте страха Божьего, боязни Божьей, это все делает. То есть, служа Богу, получает эти подарки. В этих подарках также служить Богу. Все есть служением Богу, все есть направлением к Богу, Все есть с мыслью про Бога, все есть с благодарностью Богу. То есть, позиционировать, если есть такое слово вообще, инсталлировать жену в Боге, в воле Божьей. С самого начала, когда появляется эта девушка, пусть будет так, как ты Бог хочешь. Всегда, ежедневно, ежесекундно повторять это. Будет так, как ты хочешь, не как я. Ты мне дал? Вау! Ты забрал? Ну что ж. И так со всем, с детьми, с Иерусалимом, с Родиной, с нацией, со всем, с самым собой, даже так. Со своей тенью, даже так. И тогда мне не боится ничего, потому что Бог, это гарантия доброты. Это гарантия, Он гарантирует вечность. Тогда я должен все принимать от Бога, сразу Ему отдавая. Я одновременно должен быть детям, которые принимают, и я одновременно должен быть слугой Бога, рабом Бога, почитателем Бога, который отдает. Я принимаю и сразу отдаю. Принимаю и отдаю. И я использую, принимая с благодарностью, я использую, сразу отдавая. То есть, спасибо тебе за жену, я сегодня ее буду использовывать, но сразу отдаю. То есть, буду все делать так, как ты хочешь, и я готов также на разлуку, на потерю. На все я готов. Но я готов также на подарок. Я готов и на дар, я готов и на потерю. На все. И вот в таком, в такой эквилибристике надо жить. Если это, конечно, искусство, это, конечно, трудно, но есть сложно, но если этого не сделаешь, будешь бояться, что кое-что ждет тебя в будущем, досадное. Если этого не сделаешь, то потом будешь грустить, когда случилось уже досадное. Уже не будешь бояться, будешь печалиться. Но когда ты позиционируешь их в Боге, то даже если Бог заберет тебе это, на то Бог объяснит тебе, я их тебе отдам. И ты не будешь чрезмерно печалиться, ты не будешь заранее чрезмерно бояться. Страшиться или как-то. Это не правда, что Бога мы должны любить со всех сил, а жену нет. Наоборот, не наоборот, только так же. Мы должны жену любить со всех сил, детей любить со всех сил, родину любить со всех сил, но в Боге. Но в воле Божией. Но отдавая их Богу. Но отдавая их. Со всех сил любить, отдавая их. А Бога как надо любить? А и себя так же. Себя любить можно так же со всех сил, но отдавая себя Богу. То есть отдавая себя. И сейчас разница, как Бога любить. А Бога надо любить так же со всех сил, но не отдавая Бога Богу. Зачем Богу отдавать Бог? Ведь он себя имеет. Наоборот, Бога надо держать, не отдавать. То есть, Бога любим со всех сил, держа его, а не отдавай. Все другое отдаем. Но любим также со всех сил. Но в каждой секунде мы готовы отдать. Кому? Ну, конечно, в воле Божьей. Вот разница между любить Бога и любить жену, любить этот мир, не есть в этом, что Бога со всех сил, а жену на три четвертых, а мир на одну третью, а детей на одну, на две четвертых, на одну вторую. Нет. Если любить, то уже любить по полной программе, на полную катушку. Но вот именно это, что их все, кто отдаем, принимаем и отдаем сразу, а Бога только принимаем и уже не отдаем, не отпускаем. Я долгие годы этого не понимал. И я долгие годы спрашивал, и никто мне не мог ответить. И Бог мне наконец ответил. Я думаю, что это хороший ответ. И думаю, что вы об этом не знали. Для меня это еврика была когда-то. Думаю, что для вас так же. Хорошо. Второе чтение, это послание к евреям, вторая глава, с 9 до 11 стиха. Видим Иисуса, мало от ангелов, меньшего, славой честью, коронованного, в короне от славы и чести, за страдания смерти, ибо достиг, пережил смерть. И надо было, чтобы нашего руководителя, нашего гида по пути к спасению Бог совершенствовал страдания. Но. Что я здесь могу сказать про это чтение, что Христос, Иисус, это Бог в Божественном аспекте любить человека. Иисус, это Бог, который любит человека. В этом аспекте. В Боге есть также другой аспект, но много других аспектов. Одним из них есть аспект, что, например, в Боге Отце есть Бог, который любит Бога. А в Сыне Божьем в Логосе есть Бог, который любит человека. Еще третий аспект есть в Духе Святом, но об этом когда-нибудь. И сейчас имеем Иисуса, имеем Бога, который любит человека. в Отце есть тоже самый Бог, но в другом действии, в другом как будто направлении. А в Сыне Божьем есть Бог, между прочим, который любит человека, любит этот мир. Ну и здесь показано, как он любит. Любит так, что солидарный с нами, что соединяется с нами, что приходит с нами, что страдает и любит аж до смерти. Отдает жизнь за нас. Вот такой Бог. И третье чтение это Евангелие от Марка, 10 глава, стихи с 2 по 16. Об этом, что нельзя разводиться. Развестись с женой это грех. Моисей разрешил, давал письмо соответствующее, но через ожесточение сердец ваших дал вам такую возможность, но сначала так не было, когда Бог создавал все. Поэтому кто отпускает свою жену, берет другую, действует при любодеянии и также жена, которая оставляет мужа своего и выйдет за другого, при любодеействует и принесет ему детей, но ученики запрещают, а он говорит разрешите детям приходить ко мне, ибо таким принадлежит царство Божие и кто не примет царство Божьего как дитя, не войдет в него. Значит, нельзя допускать разводов в супружестве. почему? Потому что Бог дает нам благодать, в которой я могу позиционировать мою нареченную потом жену, то есть могу и себя также, и свою любовь, и я могу любить ее так, что даже если я могу любить ее не так, только так, Бог. Вот именно позиционировать себя и свою нареченную в Боге означает, что я получаю сейчас от Бога его силу любить тебя. И акт венчания это уже на всю эту жизнь уже гарантированная благодать, в которой ты есть моя, а я есть твой. И сейчас эта благодать, то есть этот Бог есть так силен, эта благодать так могущественная, что независимо, что ты сделаешь, я смогу тебя любить. А если я смогу тебя любить, то даже если ты уйдешь, даже если ты предаш меня, даже если ты будешь гулять, я другой женщины уже не возьму. Я буду твоим мужем и в Боге ты остаешься дальше моей девственной женой, моей крошкой. Почему? Потому что благодать сильнее жизни, ценнее и сильнее. Благодать ценнее и сильнее всего твоей психики, моей психики, твоей социологии, что ты с другим, ну и что ты с другим, твоей географии, что в другом поселке ты живешь уже не в этом, что по другим стезам гуляешь, а не по нашим. Ну что ж, топография, ну что ж, география, ну что ж, социология, другой парень, а не я. Ну и что, это должно быть социология, география, топография. Название поселка должно преодолеть благодать, победить благодать нет. Благодать побеждает все эти категории. психику, что ты ненавидишь меня, что я плачу за тобой, тоскую за тобой, что я несчастливый без тебя, ну и что? Благодать должна быть сильнее этой психики, и географии, и социологии, то, что ты с другим, она сильнее. И Бог мне в этой благодати говорит, ты люби ее, она твоя, она больше в тебе, нежели в нем, она больше здесь, нежели там, и вовеки, на вечность будет твоя, как-то. Я не знаю как, но как-то говорит благодать. Понимаете? Благодать, поэтому нужно позиционировать себя и свою нареченную в Боге. И поэтому церковь не должна давать развод. Поэтому не так значительное, что ты сделаешь, дорогуша, со мной. Я с тобой сделаю то, что сделал бы и что делает через меня и во мне с тобой мой Бог, моя благодать. А эта благодать говорит я есть твой, ты моя в нем и это значит больше, неожли пространство, неожли чувства, неожли твоя воля, неожли наши грехи, неожли социология, твоё окружение нынешнее и неожли даже смерть. И в этом контексте правильно Иисус говорит про это, об этом, что надо принять Бога и Царство Божие и Господствование Божие над нами как дитя, как дитя, зависимые в целом от родителей. То есть и мы должны жить в полной зависимости от Бога, позиционируя в полноте себя и других и другое и всё в нём, в его воле, в его силе, в его богодать. И тогда можем рассчитывать на его силу, премудрость, любовь и жить его силой, его премудростью, его мировоззрением, его категориями вечными, божественными и его любовью. И поэтому развода нет. Как должна поступать в церковь? Я не знаю, что говорит точно Папа Римский в своих документах. Я слышал также такое, что Папа Римский говорит, что может в некоторых моментах разведённым дать возможность второго венчания. Или извиняюсь, не второго венчания, только дать возможность причастия, исповеди причастия, если живут в другом, не каноническом супружестве. То есть живут в паре, но не в супружестве каноническом. Я думаю, что это ошибка. Даже если Папа так научает, я думаю, что Бог так не научает. Я не знаю, Папа так научает. Некоторые говорят так, некоторые говорят нет. Думаю, что так научает Папа. Если так научает, то ошибается. Надеюсь, что так не Думаю, что ошибается, потому что церковь учила до сих пор иначе, что почему не даем таинств. Вот вам скажу, почему не даем таинств таким людям, конкубентам, которые живут во втором неканоническом супружестве, в такой паре. Без венчания. Ты можешь прийти, поехать с нами в Меджугорье, в Лурд, в Фатиму, в Оптимическую обитель, в Оптину. Ты можешь с нами поехать в Ярусалим, играть в паломничество, в туризм, податься с нами. Ты можешь приходить на нашу библейскую общину, на харизматическую общину, на библейский кружок. Мы не запрещаем никому, даже сатанизм может приходить. Потому что каждый человек есть в грехе каком-то, каждый человек есть в каком-то пути. И церковь это дом для всех. Буквально для всех. И Сталин может прийти, Гитлер может прийти. Каждый человек может прийти. Но Одного только не получишь. Таинство. А почему? Потому что в таинство, когда принимаешь таинство исповеди, таинство причастия, оно показывает, что... Оно, между прочим, хочет показать, что ты в порядке, что ты в соединении с Богом, что твои грехи прощены точно, точно. И что ты соединен с Богом точно, точно. После исповеди, после соответственно причастия. Значит, что все у тебя в порядке, что ты на правильном пути, что ты пока в спасении. Находишься в направлении спасения. А что мы, как церковь, должны сказать конкубентам, которые живут в нелегальном, неканоническом, неповенчаном супружестве, то есть занимаются стандартным, структуральным прелюбодеянием. Что мы должны им сказать? Что все в порядке, что ваши грехи прощены, что вы соединены с Богом. Мы вам должны это сказать? Мы вам должны сказать, что вы в глазах Бога дама и джентльмен? Это будет обман? Это будет извращение таинств и воли Божьей. Это будет плюнуть Богу в лицо. И плюнуть вам в лицо. Так на самом деле. Да, я знаю, что вы хотите причастия, скажем. Но нас интересует более, что хочет Бог. А Бог хочет вашего спасения. Поэтому Бог сейчас не даст вам этого причастия. Чтобы вам сказать, что не все хорошо. Что не имеете гарантии прощения грехов божих. И не имеете гарантии, что вы соединены с Богом. С Его волей. И нехватка таинств вам это показывает. Все идут причащаться, а вы нет. Все идут исповедоваться, а вы нет. Не можете. Пойдете, но там вас отбьют. Там вас скажут вам, как отец пил, вон. Что мы хотим вам сказать? Но Господь говорит, не бросайте жемчужин пред свиней. Таинство это жемчужин. Жемчужин есть для дам и для джентльменов. А не для свиней. Когда мы не даем, когда мы даем таинство, мы хотим сказать, что вы дамы и господа. Вы дамы и джентльмены в глазах Бога. Когда вам не даем таинство, мы хотим сказать, что вы не в глазах Бога дамы и господа. Только свиньи. Эгоисты. Грешники. И что грядете в ад. Это вам хотим сказать.